звук есть и свет ну вот добрый вечер мы с вами медленно медленно обсуждаем роман мастера маргарита я психотерапевт александр данилин эти размышления позволяют не строить перпендикуляр перпендикуляр к обычным бытовым проблемам нашей жизни перпендикуляр требующий подняться куда то выше оторваться от суеты и вам я предлагаю участвовать в этом разговоре мы с вами все еще при свечах как бы почему я возвращаюсь к этой главе ну наверное потому что мы не обсудили огромное количество разных символов которые в ней встречаются описывая цвету и обстановку воланда перед знаменитым балом какие символы ну в первую очередь то что бросилась в глаза маргарите а именно 7 золотых когтистых птичьих лап золотые когтистые птичьи лапы удерживают минору канделябр с семью подставками старинный символ еврейского народа и один из главных символов иудаизма моисей дал жесткий завет сделать канделябр семью ветвями и разместить его в скине и ковчега завета господня то есть в том месте где хранить хранились каменные дощечки с десятью господними заповедями иногда пишут что канделябр воланда семью когтистыми птичьими лапами это пародия на минору ну на самом деле мне кажется что это вообще не так потому что в действительности как видите в общем я любитель старинной бронзы и подсвечники с когтистыми лапами лапами орла были очень часто используемы в западной европе и более того это были христианские подсвечники такие подсвечники ставили перед распятием изображением святых по одной простой причине вы наверное эту причину знаете по той простой причине что орел это символ евангелиста иоанна и подсвечники с когтистыми лапами это подсвечники евангелиста иоанна а евангелист иоанн и его евангелие как вы знаете в свою очередь это было евангелие на которое опирались масоны они считали его своим главным заветом и поэтому точно такие же подсвечники с когтистыми лапами стояли в многочисленных масонских ложах и как бы тут соединяется масонство с аудаизмом и это конечно же еще одно подтверждение собственно того что я пытаюсь утверждать в последних программах по мастеру маргарите что это был что это гностический роман скрывающий или по-своему воспринимающий тайны гностиков и конечно к что имеет этот роман отношение к христианскому гностицизму а к христианскому буквализму который разумеется разделяет православие роман роман имеет весьма и весьма косвенное отношение поэтому православные критики которые с такой яростью отрицают этот роман в общем абсолютно правы что означает минора я тут хочу вам показать несколько авторских минор это древо жизни древо жизни кабалы семь миров семь уровней существования или девять уровня с уровней существования эманации энцов то есть неведомого бога и минору булгаков мне кажется вовсе не случайно размещают спальне воланда в этой интимной его обстановке он намекает на то что это скиния творца поскольку никакого другого творца кроме сатаны и никакого другого царя кроме воланда в этом мире в мире материальном в мире буквалистском быть не может и поэтому в его кабинете и есть атмосфера той самой скинии завета завета булгаков вовсе не издевается он просто одним штрихом дает понять кто же все таки такой воланд в его чувствах в его мистическом чувстве и скинию воспринимает как его дом как место его отдыха минора древа жизни и это то это авторская минора 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 романа эртеля ну те кто ходит к нам научные тренинги может быть обратить внимание на павлинов которые сидят на ее ветвях сейчас наверное я не смогу рассказать все об этом символизме а хочу вам сказать что со времен античности когда нимфы жили в деревьях и по сей день то есть и сегодня стало все более и более модным изображать древо жизни и минору тоже в качестве женщины в виде женского начала это тот самый это бронзовая скульптура того самого эрнста фукса и это тоже абсолютно не случайные вещи наверное не знаю где же будет это к месту вспоминать дальше я это буду достаточно часто я хочу попробовать суммарно изобразить плерому и киному гностиков плерома это термины христианского гностика Валентина это свет или область того самого неведомого Бога Бога Отца это и есть та самая искомым человеком полнота бытия тот самый свет и счастье которому мы стремимся но дать имени которому не можем есть зона киномы пустоты или здесь на этой схеме она обозначена как зона демиурка демиурк сатана за счет своей гордыни отпадает от Бога выходит из полноты и творит мир форм которым главным принципом является то что гностики называли злом а именно разделенность разделенность на субъект и объект в первую очередь но и разделенность материальная разделенность форм соответственно плерома это царство единого плеромой и киномой называются не только полнота и пустота но и непреодолимые барьеры между ними барьеры эти преодолеваются только с помощью мудрости которая есть женщина София конечно мы живем не в пустоте в созданном демиургом мире форм однако женское начало древо жизни принимает в себя божественную искру из плеромы поскольку без этой искры невозможно сознание женщина является проводником божественной искры но одновременно она является и создателем тварного мира мира форм собственно то самое древо жизни кабалы зарождение в человеке духа и души происходит в ней в ее душе и в ее организме она одновременно и исчадие зла поскольку погружают нас в этот мир разделенности и мудрость поскольку позволяет нам обладать сознанием которое едино одно на всех исходит оно из мира плеромы и мудрость и мудрость и мудрость мудрость таинства адама видите змей яблоко ну мы сейчас тоже не будем заниматься этими нюансами я пытаюсь сказать что когда адам когда из ребра адамом создается его она становится его душой психи почему ну потому что она создает адаму его реальность правда поддаваясь соблазну змея она выводит адама из райских и блаженных мечтаний куда-то в реальную жизнь за пределы рая и она снесет в себе отблеск божественного света ну давайте пока остановимся на этом рассуждении поскольку оно мне кажется как-то очень точно подтверждается в ближайших сценах романа и вернемся вот к этой атрибутике пропущенной нами главы при свечах ну я уже не стану говорить о том что да на шее у воланда висит из вкусного из темного камня вырезанный жук это конечно же скоробей египетский символ бессмертия и между прочим символ усилий направленных на порождение самого себя потому что скоробей же да катит перед собой вот этот самый навозный катышек скоробей это работающее животное ему бессмертие дается не просто так ну и следующие атрибуты как мне кажется тоже иногда иронично иногда замечательно показывают функцию воланда творца этого мира и в первую очередь того мира в котором конечно живет михаил булгаков это мы тут же сталкиваемся с таинством игры с магическими шахматами помните маргарита говорит шахматные журналы заплатили бы недурные деньги если бы имели возможность напечатать эту партию ну в общем существует большая вероятность того судя по вот этому самому король нага 2 что это партия между русскими гроссмейстерами михаил моисеевичем ботвинником и николай николаевичем рюмином на втором международном шахматном турнире который проходил в 1935 году в москве ну кстати говоря на этом турнире впервые играла женщина гроссмейстер такая вера францевна менчик которая правда к сожалению проиграла финишировала последний в этом турнире но очень интересно что шахматные журналы тогда писали об этой партии что присутствие женщины гроссмейстера держало мужчин гроссмейстеров в тонусе и они играли гораздо лучше чем обычно вот и это вроде бы действительно так и эта партия в частности стала абсолютно знаменитой ну там я не буду рассказывать про Рюмина который в конечном отруге проиграл Ботвиннику проблема для меня совершенно конечно не в этом а проблема в том что это иллюстрация глушкой компании к подарочному изданию булгаков а проблема в том что это символ конечно вечный символ шахмат как игры судьбы которые играют боги и от которых не зависит человек что-то вроде это Эрнст Фукс я чего-то прилепился к нему читая и перечитывая последние главы булгаковского романа да в общем да судьба играет человеком а человек играет на трубе и шахматы эти элегантная и юмористическая модель вообще игры игры в которую нами живыми шахматными фигурками играют неведомые силы которые конечно же в романе обретают свои демонические лица вот это почти живые шахматы замечательная модель алхимических шахмат такого Ариэля в этом между прочим в рисунке глушковой компании есть некоторый более глубокий смысл потому что это что происходит дальше 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 Воланд демонстрирует Маргарите свой глобус тоже принадлежность творца глобус правда создадут окончательно в интернете когда у нас с вами на экранах появятся какие-то похожие глобусы но да это не глобус властелина лжи и обмана это глобус власти глобус контроля который позволяет наблюдать за событиями которые происходят на земле сейчас я попробую найти цитату помните да хорошая вещица я откровенно говоря не люблю последних новостей по радио сообщают о них всегда какие-то девушки невнятно произносящие название мест кроме того каждая третья из них немного косноязычно как будто нарочно таких подбирают мой глобус гораздо удобнее тем более что события мне нужно знать точно вот например видите этот кусок земли бок которого моет океан смотрите вот он наливается огнем там началась война если вы приблизите глаза вы увидите детали маргарита наклонилась к глобусу увидела что квадратик земли расширился многокрасочно расписался и превратился как бы в рельефную карту а затем она увидела и ленточку реки и какое-то селение возле нее домик который был размером в горошину разросся и стал как спичечная коробка внезапно и беззвучно крыша этого дома взлетела наверх вместе с клубом черного дыма а стенки рухнули так что от двухэтажной коробки ничего не осталось кроме кучечки от которой валил черный дым еще приблизив свой глаз маргарита разглядела маленькую женскую фигурку лежащую на земле а возле нее в луже крови разметавшего руки маленького ребенка вот и все сказал оланд он не успел нагрешить работа ободонной безукоризненно я хочу сказать что война в маленьком квадратике земли омываемом с одной стороны морем это конечно же гражданская война в Испании ведущая как раз в то самое время с 36 по 39 год это конечно же болгаков множество писем написал об этой войне и сцена с глобусом была включена в роман только в 37 году спустя 12 лет после начала его написания и в это время война в Испании освещалась по радио ежедневно ну и конечно недовольство Воланда радиовещание было связано именно с новостями ежедневно выходившими эфир конечно эти новости были полны лжи и односторонности и поэтому я тут останавливаюсь потому что вот этот вот крошечный фрагментик он на самом деле этот абзац это булгаковская герника я имею ввиду вот эту страшную точную концентрацию образов и метафор писателя лежащий на земле женщина и ребенок который так и не успел нагрешить и конечно же явление абадонны я не хотела бы быть на той стороне против которой это абадонна сказала маргарита на чьей он стороне чем дальше я говорю с вами любезно отозвался волон тем больше убеждаюсь в том что вы очень умны я успокою вас он на редкость беспристрастен и равно сочувствует обеим сражающимся сторонам следствие этого и результаты для обеих сторон бывают всегда одинаковы абадонна негромко позвал волонт и тут из стены появилась фигура какого-то худого человека в темных очках эти очки почему-то произвели на маргариту такое впечатление что она тихонько вскрикнув уткнулась лицом в ногу волонта да перестаньте крикнул до чего нервозные современные люди действительно правда он с разбегу шлепнул маргариту по спине так что по ее телу прошел звон ведь видите же что он в очках кроме того никогда не было случая и не будет чтобы абадонна появился перед кем-либо преждевременно да и наконец я здесь вы у меня в гостях я просто хотел вам показать абадонна стоял неподвижно а можно чтобы он снял очки на секунду спросила маргарита прижимаясь к волонту и вздрагивая но уже от любопытства а вот этого нельзя серьезно сказал волонт и махнул рукой абадонна и того не стало а ну я наверное не стану вам рассказывать что абадон или абадон это это слово на иврите значающее погибель и тление которое имя это или термин в ветхом завете употребляется рядом со словами смерть и преисподняя преисподняя обнажена перед ним и нет покрывала абадонна ну и конечно да вы знаете что это тоже имеет отношение к апостолу Иоанну к Иоанну богослову потому что в апокалипсисе в откровении Иоанна богослова в эпизоде когда пятый ангел вострубил это имя ангела бездны царя саранчи вышедший из той бездны в откровении сказано имя ему по-еврейски авадон по-гречески аполеон а я думаю что сегодня это общеизвестная информация поэтому хочу я сказать другое я хочу сказать что вполне возможно и поэтому мне так понравились шахматы в иллюстрации глушко что описывая бледное лицо в очках булгаков имел ввиду ну действительно советского ангела смерти призывавшего призывавшего к ненасытному уничтожению льва троцкого бледный человек в очках и да говорят что когда он снимал очки и тер глаза умирало умирало множество людей этакий полон революции ее беспощадный сатана уничтожив его сталин реализовал огромное количество его человека ненавистнических идей так что совсем нельзя исключить что там под темными очками абадон скрывается хитрый прищур льва троцкого ну так вот там же в этой главе можно говорить еще о многом о философах которые там упоминаются ну я думаю что это будет уже избыточно потому что мы с вами много довольно обсуждали в коротеньких видео о главных принципах жизни где-то там на дне разговоров Воланда они между прочим присутствуют и я предоставлю вам возможность поискать их самим а мы с вами отправляемся на бал меня всегда потрясал вот этот рисунок лестницы в регистрации геннадия калиновского полночь полночь приближалась пришлось спешить маргарита смутно видела что-нибудь запомнили свечи самоцветный какой-то бассейн когда маргарита стала на дно этого бассейна гела помогающий ей наташу наташа окатили маргариту какой-то горячей густой и красной жидкостью маргарита ощутила соленый вкус на губах и поняла что ее моют кровью кровавая мантия сменилась другую густую прозрачной розоватой и у маргариты закружилась голова от розового масла потом маргариту бросили на хрустальное ложе и до блеска стали растирать какими-то большими зелеными листьями тут ворвался кот и стал помогать маргарита не помнит кто шил ей из лепестков бледные розы туфли и как эти туфли сами собой застегнули золотыми пряжками какая-то сила вздернула маргариту и поставила перед зеркалом и в волосах у нее блеснул королевский алмазный венец откуда-то явился коровьев и повесил на грудь маргариты тяжелое в овальной раме изображение черного пуделя на тяжелой цепи это украшение чрезвычайно обременило королеву цепь сейчас же стала натирать шею изображение тянуло согнуться но кое-что вознаградило маргариту за те неудобства которые ей причиняла цепь с черным пуделем это та почтительность с которой стали относиться к ней коровьев и бегемот ничего ничего бормотал коровьев у дверей комнаты с бассейном ничего не поделаешь надо надо разрешите королевам дать вам последний совет среди гостей будут различные очень различные но никому королевам арго никакого преимущества если кто-нибудь и не понравится я понимаю что вы конечно не выразите этого на своем лице нет нет нельзя даже подумать об этом заметит заметит то же мгновение нужно полюбить его полюбить королева сторицей сторицей будет вознаграждена за это хозяйка балла и еще не пропустить никого хоть улыбочку если не будет времени бросить слово хоть малюсенький поворот головы все что угодно но только не невнимание не невнимание они от этого захереют тут маргарита в сопровождении королевы и бегемота шагнула из бассейна в полную темноту я я я шептал кот я дам сигнал давай ответил в темноте королев в Бау! пронзительно взгвизнул кот, и тотчас Маргарита вскрикнула на несколько секунд, закрыла глаза. Бал упал на нее сразу в виде света. Вместе с ним звука и запаха, уносимая под руку коровьего, Маргарита увидела себя в тропическом лесу. Красногрудые, зеленохвостые попугаи цеплялись за лианы, перескакивали по ним и выглушительно кричали «Я в восхищении!». Вот тут есть на замечательных афортах Андрея Харшака попугаи, тропический лес. Что же происходит перед нами? Что такое читать-то главу можно до бесконечности? Почему с таким наслаждением, радостью и упоением Булгаков пишет о Бале злодеев? Почему в конце концов Маргарита голая, а гости одеты, мужчины обязательно во фрачную пару, а женщины тоже обнажены? И что такое вообще королева? Что происходит в начале, когда Маргариту омывают кровью и розовым маслом? Надо сказать, что, конечно же, это тоже растет из целой горы булгаковских ассоциаций. У масонов существовал похожий ритуал, когда человеку с завязанными глазами делали надрез на коже, падала капля крови, а потом на эту кровь добавляли вино, все это влилось в бассейн. И, конечно же, это был ритуал братства, объединения. И сам призыв, который Королевев оставляет Маргарите. Каждого из них надо полюбить от отсутствия внимания. Они захереют. Тут есть маленькая тайна. Конечно, это некий ритуал посвящения высшего уровня. Созданный из очень разных смешанных ритуалов. Потому что, вот, я даже боюсь, если вдруг эту программу посмотрим правоверные иудеи, то я даже боюсь вспоминать. Да, такое очищение, освобождение от грехов, в первую очередь, связанное с умыванием половых органов, проходит в Микве. Это такой специальный бассейн в почерных водах, построенный для ритуалов очищения от грехов иудаистских. И об этом очень много о Микве, очень много писал Розенов. Между прочим, скорее восторжен. И в вот этой самой знаменитой, отчасти позорной, отчасти до сих пор вызывающей интерес работы Василия Розенова об отношении евреев к крови, высказывается предположение, что для очищения в Микве использовалась кровь христианских младенцев. И анонимно опубликованные в качестве приложения к той же книге, две статьи Павла Флоренского, как бы тоже подтверждали эту мысль. Но вот эти иудаистские подозрения, и масонские ритуалы, масонство это, вне всякого сомнения, такой мистико-политический остаток гностических учений, то Булгаков, в общем, и это, несомненно, так, пытается создать свой собственный религиозный гностический текст со своим собственным ощущением от всех этих ритуалов, о которых он, несомненно, читал и на которые намекает. Но я хочу сказать, что в процессе всех этих встреч Маргарита должна пройти трансформацию, преображение. Нам кажется, что она его уже прошла. Но она должна что-то тайное понять. Гностики бы сказали, что она должна пройти пневматическое посвящение. Не психическое, а пневматическое, духовное. Она должна почувствовать в себе богиню, имеющую власть и соединяющую киному и плерому. Она должна почувствовать себя Софией. Но она, мы знаем, не хочет этого сделать и не сделает. Она останется простой советской женщиной, героически принимающей поцелуи колено всяких разных придурков ради того, чтобы вернуть себе своего мастера. Давайте я забегу далеко вперед, я буду несколько раз об этом вспоминать и скажу, что, по всей видимости, поэтому ни мастер и Маргарита, ни мастер, ни Маргарита не заслужат свет, а заслужат покой, о котором мы поговорим, когда доберемся до этого покоя. Сейчас у нас самое беспокойство. кровь, которая все время будет сталкиваться Маргарита, это всегда была символом, в первую очередь, единства общности рода человеческого. Ритуалы крови, в первую очередь, всегда были связаны с тем, что мы можем назвать братанием, так как это выглядело в масонских, в первую очередь, ритуалах. И коровьев призывает Маргариту любить. насильников, врагов рода человеческого. Удивительная штука, правда? Как бы темный демон призывает к христианской заповеди. Возлюбие врага своего. Зачем вообще нужен бал? Что это такое? И почему все-таки дамы обнажены? Зачем вообще нужна Маргарита Воланду на этом балу? Почему недостаточно гелы? И вообще почему бы не устроить такой мужской между собойчик? Потому что Маргарита душа. Не дух, а душа. Маргарита если хотите по Фрейду принцип реальности. Она наделяет реальностью чертами реальности происходящее на балу. Она анимирует души мертвых. Не Воланду, а она обнаженная королева. Это такая знаменитая картина Жерома Жана Леона французского классика. Она называется Фрина перед Ариапагом или Фрина перед судом Ариапага. Ну, вот согласно рассказам античных авторов Прокситель легендарный греческий скульптор изобразил богиню Афродиту обнаженной. Что само по себе в те времена считалось кощунством. А моделью ему служила его возлюбленная Гетера Фрина что было кощунством вдвойне. Правда есть версия что Фрина исполняла роль Афродиты во время Левсинских мистерий как раз и являясь обнаженной перед народом. Ну, в общем оратор отвергнутый поклонник Фрины обвинил Гетеру в безбожии. А адвокат знаменитый оратор Гиперит видя что все его речи не производит на суд особого впечатления он сдернул с Фрины одежды. И судьи сказали ах ой-ой-ой и оправдали Фрину потому что согласно греческим представлениям о прекрасном столь совершенное тело не могло скрывать несовершенную душу. И как вам сказать тут можно по-разному очень относиться к персонажам Ариапага конечно же Жером он писал картину в конце девятнадцатого века и изображал на ней реакцию своих современников тут как бы такой перечень возможных реакций но по-моему здесь очень здорово Афина палата которая стоит в центре на постаменте и которую никогда не изображали обнаженной ну как бы была свидетелем стороны обвинения вот вы поймете о чем я говорю да эти мужчины разного возраста по большей части не молодые Ариапаг же оживают от того что видят женское тело потрясающей красоты и это кроме греческого и классического очень мужское впечатление и очень мужская надо сказать ошибка чисто психологическая потому что видя перед собой прекрасную женщину мужчина с тех самых давних времен считает что душа у нее тоже должна быть столь же прекрасной они оживают эти люди и оживают мужские души и в этом оживлении не всякого сомнения и проходит бал бал это ведь не только французская традиция до что-то вроде танцевального клуба да только проходящая соблюдением строгого этикета и со строго определенным набором танцев которые обычно исполняются в как бы таком традиционном классическом порядке но есть у меня тайное подозрение и собственно говоря многие авторы считают что европейские языки слово бал которое в немецком и итальянском пишется с двумя л возникло из древнего слова символон то есть символ и а свою очередь слово символ изначально носило смысл объединения собственно символом символон это две метки да которые есть у разных людей они соединяются скажем в картинку да или в разорванную денежную бумажку знаете наши эти всякие шпионские детективы вот и становятся символом и точно так же благородно одетые пары соединяясь в определенном танце на балу объединяются в чем-то лучшем лучшем да танцы танцуются классические мужчины и дамы одеты благородно и демонстрируют собственно благородство свою предрасположенность к благу и возможно это величайшее счастье по крайней мере российские девушки девятнадцатого века самыми счастливыми мгновениями своей жизни как вы помните же по войне и миру Наташа Ростова считали свое участие в балах и есть у меня тайное подозрение что у нас многие дамы так часто выходят замуж не ради мужчин а ради того чтобы вот на своей собственной свадьбе побыть еще раз еще раз еще раз Маргаритой то бишь королевой бала пусть фиг с ним даже и у сатаны поэтому в самом слове бал заложено вот это самое значение символа символа как чего-то объединяющего и конечно в этом самом балу есть своя система отсылок и в первую очередь это отсылки к удивительным первым самым книгам Андрея Белого к Северной симфонии и к Драматической симфонии ну вы наверное знаете что это такое ну Северная симфония по крайней мере есть в 1912 году они вышли в издательстве Мусагет и главном символистском издательстве и там есть пал восточных королей которые точно так же целуют обнаженное колено королевы ну правда они не появляются из ниоткуда и не являются злодеями и насильниками но тем не менее вот как я находил отсылки к Ильфу и Петрову например отсылки к белому здесь есть несомненно ну и конечно бал в 19 веке бал в России это конечно же тот самый перпендикуляр то самое четвертое измерение которое возникает над обыденной жизнью это вне всякого сомнения так кто такая королева я всегда в этом смысле вспоминаю отечественный фразеологизм да вот это самое царь в голове без царя в голове царь или королева это снова центр души ее основания а кровь и бал это как и символ это понятие объединяющие создающие некоторое единство посреди разрозненности и разделенности той самой серой реальности той самой прямой ведущей из прошлого в будущее через повседневное бытие что должна почувствовать наверное создать в себе Маргарита она должна почувствовать что добро и зло две стороны одной монеты что одно не может существовать без другого она должна научиться любить зло и почувствовать всю его относительность и невозможность существования добра и зла отдельно можно конечно же взять любую абсолютно абсолютно любой из моментов балла кого например из злодеев ну я думаю что до барона Майгеля до всех остальных мы еще доберемся ну возьмем например кого не знаю скажем госпожу Тафану возможно вы все о ней знаете или слышали вообще конечно описание гостей связано с энциклопедическим словарем Брагауза Ефрона так вот синьорита Тафана или Тафани Диадаму она была из династии отравителей 17 века вероятно что яд содержит который назвали ее именем содержит мышьяк и белодон возможно в него входили еще какие-то компоненты я не буду их называть во всяком случае это была бесцветная и бескусная жидкость и поэтому идеально подходило для того чтобы вылечить от жизни в первую очередь супругов потом всяких разных других родственников было несколько Тафаний первая Тафания Дипалерма известно только то что она убивала с помощью яда потом была Тафания Диадамо это 17 век она была из Неаполя и получила рецепт от первой Тафании обе ненавидели мужчин и продавали яд в бутылках с портретом Святого Николая и называлось это даже было торговое название называлось это дело Манна Святого Николая вот так говорят что ее яд убил по крайней мере 600 человек а третья Тафания Джулия Тафана промышляла в Риме и приходила с сестрой или дочерью второй Тафани она была приговорена к смерти и казнена вот ведь что ужасно ужасно что история доказала большинство мужчин которые которых травили вот таким кошмарным макаром с помощью акватофана вот с помощью того самого яда кстати это одно из имен третьей дамы из тех о которых я говорю только там в русской транскрипции будет ф в середине не акватофана а аква тофана вот ну ладно бог бы с ним я хочу сказать что у третьей тофана были адвокат которые доказывали что большинство мужчин которые были отравлены ядом просто издевались над своими женами что в общем ну как-то как вы понимаете не было редкостью в те времена совсем в общем женщину высоко не ставили и поэтому удобный яд позволявший травить мужчин во многих случаях оказывался в одной справедливости потому что истории о том чего с ними делали мужья просто просто как бы трудно поместить воображение этого посыла этот посыл Маргарита поймет ну как женщина она поймет этот посыл в том самом платке который подают одной из героинь Бауа но она не почувствует его вот этого демонического принципа справедливости которая всегда разрушительна потому что она всегда разделяет людей не дает им любить друг друга нет же ведь худшего разделителя чем та самая справедливость ой действительно как-то быстро пробежал час я думаю что мы с вами сделаем так мы вернемся на бал и договорим о некоторых основных элементах гностицизма которые встречаются в романе Булгакова в следующий раз а пока давайте запомним что прекрасная женщина создает реальность и оживляет вся кровь которая нам предстоит с которой мы уже встретились в этой главе с которой нам предстоит встретиться это ритуалы очищения и объединения как это ни странно ну вот спасибо что послушали и до следующих встреч в следующий вторник попробуем поговорить о навязчивых мыслях состояниях и их роли в человеческой культуре вообще если уж мы затронули истерический дискурс то надо поговорить и о навязчивом дискурсе пока-пока